Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, мы следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцы и за его пределами. И следим за теми событиями, которые позволяют узнать в городском округе Люберцы что-то новое не только жителям городского округа, но и тем, кто находится за его пределами. Потому что у нас здесь происходит много интересного. Например, целые новые спортивные федерации появляются. Вот об этом и не только. Мы поговорим сегодня с директором спортивно-технического клуба «Звезда» городского округа Люберцы. У нас в гостях Александр Дмитриевич Туркин. Здравствуйте, Александр Дмитриевич. Здравствуйте. Это правда, что в городском округе Люберцы целая федерация появляется. Слово такое спортивное. Мы же как привыкли, там, федерация бокса, легкотлетическая федерация. Правда, сейчас они в России стараются меньше упоминать в свете всяких скандалов. Вообще слово федерация, когда вроде бы как все спортсмены собираются под каким-то одним куполом, что называется. Можно ли сказать, что федерация технических видов спорта, которая, так понимаю, у нас появляется, она будет собирать в себе всех лучших спортсменов в этом направлении? Да, совершенно верно. В городском округе Люберцы развивается шесть направлений технических видов спорта. Соответственно, это авиамодельный спорт, судомодельный спорт, ракетомодельный спорт, да, также мотоциклетный спорт, которым заведую я, автомобильный спорт и, соответственно, стрелковый. Стрелковый в рамках боевого братства, значит, там более широкий спектр их организации, то есть и спорт, и патриотическое воспитание молодежи, но, тем не менее, они входят... Ну, техника тоже, да. Да, в эту федерацию входят... То есть там пистолеты, ружья, автоматы, пулеметы, из чего, к сожалению, с одной стороны, как бы, так понятно, что не очень, ну, с точки зрения всего человечества хорошо, но, с другой стороны, оружие есть, поэтому... Где-то оно должно стрелять, лучше пусть оно стреляет в спортивных интересах. Совершенно верно. Тем не менее, стрелковый спорт, он тоже является техническим видом спорта, поэтому вхож полноправно в эту федерацию. Ну, вот я хочу понять, а федерация – это именно как федерация городского круга Люберцы, либо это федерация, которая имеет значение там областное, либо еще какое-то? Потому что слово федерация, оно какое-то такое глобальное. Не клуб, да, не какой-то там спорт... ну, клуб как спортивная школа или заведение, или клуб как общество спортивное, там, Спартак, я не знаю, Динамо. А вот именно как федерация. Что это за статус такой? Или статут, как правильно? Статус федерации дает нам организоваться централизованно и единым коллективом выступать в сотрудничестве со спорткомитетом городского округа Люберцы и развивать каждому свое направление. То есть каждое направление вхожа само по себе в свои федерации, действительно региональные и всероссийские, но именно на Люберецкой земле мы выступаем единым коллективом, и, соответственно, наши воспитанники в спортивных достижениях, конечно же, прославляют своим мастерством нашу землю. Ну, и с другой стороны, у них появляется некий надежный тыл, то есть федерация, которая заинтересована в участии, чтобы эти спортсмены самые лучшие, самые достойные, самых лучших мест на соревнованиях, чтобы они тоже были федерацией. Федерация за них, как говорится, держится и представляет их такой надежный дом. Почему? Потому что, когда человек самостоятельно что-то делает, ну, мы знаем в самых разных уголках России, что иногда люди пробиваются сами, им никто не помогает, приходится создавать, то есть, наоборот, еще проблемы какие-то появляются, люди приходятся это все преодолевать. У меня такой вопрос. Ну, я понимаю там футбол, я понимаю баскетбол, волейбол, ну, скажем так, игровые виды спорта, даже могу понять плавание и виды спорта, что-то типа фигурного катания и хоккея, хотя, конечно, с нынешней зимой сложности уже возникают в этом направлении. Ну, то есть, есть такие традиционные, массовые, что ли, виды спорта, когда люди в них участвуют, да, и выступают, причем не только на глобальном уровне, но на уровне на детском, на юношеском. Даже ветераны любят, да, поиграть, или просто там дворовые команды, или дворовые. А здесь все-таки такая стилистика технических видов спорта, ведь это в основном те люди, которые просто фанаты своего дела. Правильно ли я понимаю, что пришло время, когда люди разных направлений, но все-таки связанные с техникой, решили вместе объединиться? И долг ли был этот путь, потому что у каждого же свой подход? Да, действительно, все так. Здесь спортивная составляющая у каждого направления в рамках, определена в рамках Минспорта, правил тех или иных видов спорта. Но вы правильно сказали, что сначала должны быть навыки. Сначала должны быть навыки. Мы, безусловно, сами воспитанники прежнего ДСАФ СССР. А еще раньше АСАВИАХИМ был? Да, нет. АСАВИАХИМ, конечно, это, безусловно, 30-е годы прошлого столетия. Это та же самая организация ДСАФ, но, тем не менее, мы в 70-е и 80-е годы ее застали как ДСАФ СССР. И все технические виды спорта всегда традиционно относились к этой организации. Она курировала развитие вот этих направлений. Но в данном времени у нас диктуют новые условия это время. И, безусловно, ДСАФ не смог справляться с этими задачами. Поэтому мы все давно под эгидой спорткомитета. Администрация городского округа Люберцы нам во всем помогает, во всем содействует для развития. И, безусловно, мы передаем в духе наставничества свои навыки, мастерство подрастающему нынешнему поколению, которое, безусловно, талантливее нас. И поэтому их спортивные достижения, подвиги этому свидетельствуют, что они являются чемпионами и региональных, и всероссийских турниров. Поэтому традиционные олимпийские виды спорта несут дух соревновательности и в наше направление. Но мы добавляем еще и техническое творчество к этому аспекту. Мы о соревнованиях поговорим во второй части, то есть уже прикладное применение. А пока я хотел вот о чем поговорить. Ну вот вы объединились в федерацию. Да, сколько человек, и федерация подразумевает, ну, кто-то начальник, кто-то исполняющий обязанность, как она будет работать, и сколько людей сейчас этим занимаются. Потому что под таким большим словом уже предполагается какое-то огромное здание, где огромное количество людей, чиновник, какие-то бумаги. То есть не будет ли там меньше спорта, а больше чиновничего чего-то? Скорее всего, нет. Ничего у нас в русло чиновничество не уйдет. Почему? Потому что все руководители направлений – это действующие тренеры и преподаватели в своих коллективах. И профессионалы в своем деле, естественно. Ну, профессионалы – это безусловно. Поэтому они и преподают. Так вот, сказать, что у нас какой-то штат раздутый нельзя. Почему? Потому что шесть руководителей направлений, которые входят в федерацию, являются учредителями этой федерации, которые делегировали мне полномочия президента этой федерации. Соответственно, я напрямую с руководством спорткомитета формирую и, соответственно, грядущие мероприятия, намечаемые, и выполнение этих мероприятий. Ну и, соответственно, развитие в чем? Развитие – охватить как можно больше количества нашей местной молодежи. Здесь нам содействует и комитет, кстати, по делам молодежи в лице Бориса Борисовича Новикова. И, соответственно, привлекаем мы для того, чтобы у нас была, как вы правильно сказали, не закрытая какая-то организация, а в чистом виде передача тех навыков, которые есть у преподавательского состава, молодежи. И как можно больше мы хотим охватить, безусловно, по численности этой молодежи. Ну вот, кстати, вас тогда можно поздравить, что вы президент. Ну, вы знаете, это... Президент федерации. Это звучит гордо. Да, это, может быть, звучит гордо, но очень большая ответственность за это. Почему? Потому что вот за руководителем каждого направления, будь то вот авиамодельный спорт Русанов Александр Васильевич, у него коллектив насчитывает более сотни человек. И из этой сотни добрая половина – участники международных соревнований. Это мастера высочайшего класса. Так вот, даже Александр Васильевич Русанов мне делегирует полномочия, чтобы я координировал действия нашей федерации с властями городского округа Люберцы. А вот скажите, такой вопрос в данном случае человека со стороны. Но при этом же, наверное, остаются какие-то люди, которые, ну, по каким-то причинам все равно сами по себе существуют. Или все-таки вам удалось объединиться всем? Потому что разные подходы, разные взгляды. Ну, трудно себе представить, чтобы все совсем соглашались. Потому что тут много всяких аспектов. Есть такие одиночки еще? Скорее всего, уже нет. Если есть, то действительно им выгоднее быть в наших рядах. Почему? Потому что у нас все регулируется непосредственно и нормативами Минспорта, и, соответственно, техникой безопасности в преподавании всех этих направлений. Соответственно, самому, вот представьте себе, человек вышел с мотоциклом на мототрассу. Он сам захотел приобрести эти навыки. И если вдруг он получает травму, то ему, в общем-то, даже и некому помочь. То есть человек очень рискует. Тогда, когда человек это хочет развить в коллективе, все это централизовано. Намечается тренировка с контролем, с медицинским контролем, техническим контролем. Шансов на чрезвычайную ситуацию, да, знаешь. Да. Есть план тренировочный, где выполняются все, значит, сначала инструктируются все участники мероприятия, дальше они выполняют все те намеченные пункты по тренировочному процессу. И здесь, соответственно, шансов на получение травмы уменьшается. Ну, это здорово. Ну, а о том, какие соревнования в ближайшее время, я так понимаю, уже под эгидой Федерации будут проходить. И о том, кто может прийти к вам, поучаствовать в том числе в спортивно-техническом клубе «Звезда». Мы поговорим через некоторое время. Это программа «Открытый диалог». Дождитесь. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. О гостях у нас Александр Дмитриевич Туркин. Директор спортивно-технического клуба «Звезда» городского округа «Люберцы». И я могу уже сказать, что президент Федерации технических видов спорта городского округа «Люберцы». Практически у нас в эфире происходит двойное название, две должности. И прежде чем мы поговорим о ближайших соревнованиях, потому что слово «федерация» подразумевает все-таки не только подготовку тех или иных спортсменов, в той же технике, кстати, но и показ людям, ради чего это, в общем-то, все создается, то есть соревнования. Скажите, а кто к вам приходит сегодня? И как может человек, который сейчас, увидев нашу программу, который хочет либо мотоспортом увлечься, либо пойти стрельбой заняться, либо модельным, да, авиамодельным спортом заняться? Ну, в общем, к любым тем видам, о которых мы говорили. Как это происходит? Потому что люди еще не всегда все знают, не всегда все понимают, куда обратиться, и какие навыки для этого должны быть, и какой возраст? Да, ну, возраст, безусловно, с младшего школьного возраста мы набираем детей для того, чтобы создать из них спортсменов. Безусловно, абсолютно все наши горожане могут прийти к нам и, соответственно, записаться на занятия. И могу сказать, что единственный пока минус в нашей организации – это что все шесть направлений находятся в шести разных местах. То есть у нас нет централизованного здания под единым названием. У нас, безусловно, в местном спорткомитете можно получить информацию, исчерпывающую о нас, о всех, где находится и стрелковый направление, ТИР, где находятся мотоциклисты, автомобилисты, судомоделисты, ракетомоделисты и авиамоделисты. Все находимся в разных местах, но, тем не менее, набираем абсолютно всех. И не только, как я сказал, с младшего школьного возраста. Но и людей уже в возрасте. Ну и людей уже зрелых, состоявшихся. Потому что многие в себе несут те мечты, которые не осуществили. Времени не было. Времени не было. Сейчас вот благодаря администрации города Люберцы у нас расширились наши возможности. И мы готовы привлекать все население к нам, потому что это действительно интересно, это увлекательно, это стоит того по поводу мероприятий, которые проводятся у нас. Немаловажный вопрос все-таки, как ни крути, да? Мы куда-то выходим. Все-таки финансовая составляющая, составляющая. Это все-таки люди сами вкладывают в это деньги, потому что экипировка стоит, безусловно, денег. Подходы – это какие-то платные занятия или там есть разные подходы у вас в Федерации спортивной? Почему это немаловажный вопрос? Потому что люди должны тоже как-то бюджет свой корректировать в связи... То есть это интересно и нравится, может, они должны понимать, что это и как это. Да, ну в основном, безусловно, у нас технические возможности клубного аспекта. То есть это мы уже получили, значит, все необходимое от наших структур, то есть в основном спорткомитет, и дальше уже распространяем в виде привлечения граждан, соответственно, и, безусловно, детей в том числе. Поэтому где-то вот конкретно сказать, что в авиамодельном спорте там необходимо иметь свое, все изначально, да, возможно, безусловно, лучше иметь свой, например, летный аппарат. Почему? Потому что клубный, безусловно, есть. У Александра Васильевича я знаю очень много клубных моделей, на которых занимаются многие люди совместно. Но все приходят к той мысли, что все-таки свое иметь лучше. Почему? Потому что приобретая мастерство, навыки, мы внедряем все это в собственное изделие, да, точно так же, как и, например, мотоцикл. Да. Все, абсолютно все, начинают на клубных мотоциклах, дальше приходят к мнению, что мне, например, существует пять марок мотоциклов спортивных, и я отдаю предпочтение вот этой марке, которой, например, в клубе нет в данный момент, и приобретают себе эту марку мотоцикла, и на нем дальнейшее происходит развитие этого спортсмена. Да, мы это тоже приветствуем, но в основном все начинается с клубных моделей. Да, а вот членские взносы какие-то платятся или как? То есть занятия платные, да? Нет, у нас как раз вот членские взносы, вы правильно сказали, что это в основном формат членских взносов. Понятно, то есть корректно, корректно подходите к этому вопросу. Да, а дальше, можно сказать, это уже не отвлекаемся на финансы, мы просто занимаемся, да. У меня в мотоклубе, как правило, раз в месяц членские взносы вносятся, дальше мы не отвлекаясь на это, у нас создается бюджет, формируется на проведение занятий, и мы проводим занятия вот на эти средства. В основном все это так. Хорошая форма. Ну а теперь давайте поговорим, я по секрету скажу, что, имея такую федерацию, хорошо отмечать 23 февраля, и вообще праздники связаны с патриотическим, так сказать, воспитанием. Я знаю, что к 23 февраля вы уже что-то готовите. Вот давайте начнем с этого дня, и потом действительно интересно, чтобы вы рассказали о других соревнованиях, в которых принимают участие члены вашего клуба. Да, действительно, традиционно мы 23 февраля намечаем мероприятие, ибо технические виды спорта как раз и подразумевают какое-то сопряжение с армейскими навыками. Почему? Потому что авиамоделисты в конечном счете становятся в органах ФСБ операторами беспилотных аппаратов. Кстати, да. Да, у меня вот мой ученик-воспитанник служил в армейском батальоне на квадроцикле, где тоже свои навыки проявил. То есть наши ученики служат Отечеству, и да, мы действительно имеем непосредственное отношение к Дню Защитника Отечества при поддержке спорткомитета, комитета по делам молодежи. Мы организуем турнир по соревнованиям квадроциклов и мотокросса. У нас было две составляющие. Это все будет происходить за стадионом Торпедо на мототрассе 23 февраля. Безусловно, я приглашаю всех наших уважаемых земляков посмотреть на это довольно-таки интересное событие, причем, что планируется и выступление артистов из нашей культурного комитета, комитета по культуре. И все это целиком будет, я так полагаю, выглядеть как шоу. То есть большая праздничная такая программа. Фестиваль технических видов спорта, правильно? Да, совершенно верно. И на котором мы хотим показать все свое мастерство и скрасить этот день вот таким вот выступлением артистов. Ну, в общем, все для горожан, все для того, чтобы... А бутерброды будут? Совершенно верно. Все это будет. Хорошо. Ну, а помимо этого праздничного выступления, такая отдельная история, скорее показательная. А что касается соревнований? Вот сейчас есть федерация. И, может быть, какие-то соревнования, которые проходят, ну, знаете, как прописаны уже давнишние, и они продолжаются, или, может быть, какие-то новые. И как вы заявляете о себе в других соревнованиях, и куда эти соревнования, в какие города и страны могут вас привести? Да, совершенно вы правы. Календарь спортивных мероприятий Минспорта формируется осенью, как правило, на следующий год утверждается в декабре, и по итогам утверждения мы видим, в каких городах, в каких регионах будут проводиться всероссийские турниры, в каких городах будут проводиться наши региональные турниры Московской области. Мы заявляемся, каждый в своей федерации, вот шесть направлений у нас в федерации технического вида спорта, но каждое направление, будь то авиамоделисты, мы все заявляемся в своих федерациях всероссийских на участие в этих турнирах, и, безусловно, стараемся посещать и выполнять те планы, намеченные на этих соревнованиях, достигая спортивные результаты, по итогам которых нам присваиваются либо массовые спортивные разряды, либо уже первый взрослый кандидат в мастера спорта, ну и, бог даст, и мастера спорта у нас будут тоже. Хорошо. Чемпионы мира? Это чемпионы мира сейчас пока Крусанову Александру Васильевичу. Вот в его составе, в составе его команды, участники чемпионатов мира по авиамодельному спорту, великолепные мастера своего дела, которые, безусловно, прославляют наш город на весь мир и, безусловно, вызывают уважение своими странам. И страну. Страну тоже. Страну, да. Но если мы говорим о нашей земле, то вот есть такие мастера в авиамодельном спорте. У меня вот такой вопрос. Время не стоит на месте. Если говорить о технике, техника тоже не стоит на месте. Вы это уже упомянули, да, появление летательных аппаратов, всевозможных систем. И действительно, я вспоминаю время, где-то я пересекался с модельным спортом, чуть-чуть, ну, в детстве все мы где-то там пробуем. Ну вот, сам собирал там самолеты, клеил и машинки тоже. Но никто же не предполагал, что дроны появятся. И действительно, это же вообще один в один, да, управляет, да, и так далее. Теперь смотрите. Сейчас автомобили, которые без водителя, да, у нас появляются потихонечку. Все равно, вот там КамАЗ показывали. Я был когда на чемпионате мира по футболу в Казани. Там сделали для него площадку и гоняли его туда-сюда. Все равно там человек сидит, значит, и с компьютером этот КамАЗ гоняет. То есть это фактически автомоделирование, да, потому что он этим автомобилем управляет, что называется, на расстоянии. Третье. Роботизированная система. Вот как вы думаете, роботы появятся у вас или элемент человек-робот может тоже попасть в вашу федерацию? То роботизированные какие-то системы, ведь они все-таки тоже шагнули? Да, да. Я к чему веду? Новое что-то может появиться из технических видов спорта в вашей федерации? Безусловно. Безусловно. И мы тоже об этом мечтаем, чтобы прирасти новыми направлениями. Опять же, почему? Потому что это появится перспектива привлечения населения в наши структуры. Соответственно, обучение ребят этому и что получается на выходе. На выходе получаются грамотные специалисты, которые, опять же, на благо Отечества трудятся и прославляют свою землю. И, соответственно, те клубы, в которых учились. Ну да. Ну и самый последний вопрос. Вы президент федерации. А у вас-то хоть остается время любимым делом-то заняться для души? Любимым делом имеется в виду мотосклетным спортом. Ну, это святое. Но, тем не менее, так как я в рамках ДСАА курировал все эти технические виды спорта, руководители их мне давно знакомы. И, соответственно, здесь мы просто формат взяли, как раньше в ДСАА было. Значит, я курирую эти направления и координирую деятельность. Точно так же и спорткомитет в лице председателя Владимира Владимировича Суркова рекомендовал заняться тем же, что консолидировано мы одним коллективом, соответственно, сотрудничаем со спорткомитетом, развиваемся. Я каким-то образом содействую в организации этого процесса. Но в основном вся нагрузка, безусловно, ложится на руководителей этих направлений. Ну что ж, итак, в городском округе Люберцы теперь есть Федерация технических видов спорта. Как мы сегодня выяснили, двери не закрыты в Федерацию не для тех, кто хотел бы прийти и заняться, выбрать любой из видов. И даже двери не закрыты для новых технических видов спорта, которые нам сама жизнь, что называют, подкидывает или подбрасывает. В хорошем смысле этого слова. Директор спортивно-технического клуба «Звезда» городского округа Люберцы, президент Федерации технических видов спорта городского округа Люберцы Александр Дмитриевич Туркин был сегодня у нас в гостях в программе «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова